Особая роль принадлежит реакторам, в которых энергия, выделяющаяся при делении ядер, преобразуется в электрическую энергию. Это происходит на атомных электростанциях. Теплоноситель, циркулирующий в активной зоне, нагревает воду и превращает ее в пар. Пар вращает турбину, которая приводит во вращение ротор-генератора электрического тока. Отработанный пар в конденсаторе охлаждается и превращается в воду. Затем вода возвращается в активную зону и процесс повторяется. Несмотря на опасности, связанные с радиоактивным излучением, а также принципиальной возможностью взрыва, ядерная энергетика развивается во всем мире и является одним из самых перспективных на сегодняшний день направлений энергетики. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, запасы угля, нефти и природного газа, невосполняемых источников энергии, используемых на тепловых электростанциях, стремительно сокращаются. Почти исчерпали себя и возможности дальнейшего развития гидроэнергетики. Получение энергии из возобновляемых источников энергии за счет энергии мирового океана при синтезе легких ядер до сих пор остается проблемой будущего. Во-вторых, атомные электростанции с экологической точки зрения более безопасны. Они не загрязняют атмосферу дымом и пылью, как тепловые станции, не нарушают природное равновесие, что неотвратимо при строительстве гидроэлектростанций. Однако использование ядерной энергии в мирных целях также создает серьезные проблемы. Одна из них связана с необходимостью защиты людей и окружающей среды от возможного воздействия нейтронов и гамма-излучения. Аварии на Чернобыльской АЭС и ряде других зарубежных электростанций привели к гибели людей и радиоактивному загрязнению огромных территорий, которые будут непригодны для жизни еще многие годы.